В прошлом уроке я рассказал, как добавить новые устройства в ETS проект, а сегодня покажу, как настроить релейный модуль KNX на включение и отключение одной группы освещения. Здравствуйте, с вами Александр и сейчас я приступлю к настройке универсального 16-канального релейного актуатора, который был добавлен в ETS проект в прошлом уроке. В окне топология кликну на устройство, а затем открою вкладку параметры и сразу появляется меню настроек, в котором слева мы видим две вкладки. При изменении и активировании различных опций справа число вкладок может увеличиваться. Во вкладке основных настроек мы можем поменять настройки, относящиеся ко всему модулю в целом. Например, время ожидания запуска или разрешение ручного управления с кнопок на лицевой панели устройства. Большинство параметров уже по умолчанию содержат подходящие значения и в этом случае достаточно поменять только то, что необходимо в конкретной ситуации. Такой подход очень удобен и позволяет экономить время настройки оборудования. Таким образом, в этой вкладке в данный момент никаких изменений делать не нужно и я могу перейти к вкладке выбор каналов. Для включения одной группы освещения мне потребуется один канал реле, поэтому я активирую пару каналов А и Б в режим переключения. Поскольку актуатор универсальный, в нем также доступна активация каналов в режим управления шторами или жалюзи, но об этом я расскажу в другом видео. И сейчас я перейду к настройке параметров самих каналов. Тут нам потребуется нормально разомкнутое реле, как и установлено по умолчанию. Задержки включения и выключения нам не нужны в данном случае. Центральную функцию управления всеми каналами сразу использовать пока тоже не будем. Об этом я расскажу подробно в видео про световые сцены. Отправка статуса по изменению состояния реле тоже устраивает. Этот параметр означает, что при переключении реле в противоположное состояние актуатор сможет отправить текущее состояние реле в шину данных с помощью группового адреса. Циклическая отправка статуса тоже не нужна, поэтому оставим нулевое значение. Для управления лампочкой такой необходимости просто нет. Циклическая отправка может потребоваться в таких случаях, когда, например, идет работа с центральным контроллером и состояние статуса необходимо контролировать с высокой степенью достоверности. И данный статус связан с какой-то очень важной функцией, например, управление откачкой дренажного приямка. Такую функцию в KNX заводить я не рекомендую, но тем не менее иногда есть такая необходимость. Инверсию статуса не включаем. Поведение реле по блокировке, разблокировки, восстановление и отключение питания на шине оставим без изменений. Логические условия пока тоже задействовать не будем. Про работу с логикой смотрите отдельное видео. А вот участие в световых сценах нам позже потребуется, поэтому сразу активируем эту опцию. Пороговое переключение для простой группы освещения тоже не потребуется. Вот если бы у нас была уличная фасадная группа освещения и ее нужно было бы включать вечером или выключать утром по освещенности, то эту опцию можно было бы задействовать. Последнее счетчик часов наработки тоже не нужен. У нас не тот прибор на выходе, где требовалось бы вести подсчет времени наработки. Вот если бы требовалось управлять бактерицидной лампой в системе водоочистки, то эта опция потребовалась бы обязательно. Теперь, после того как все параметры устройства настроены, можно перейти к добавлению групповых адресов. Перейдем к рабочей панели, где у нас открытое окно топологии и окно групповых адресов. Добавим главную группу, дав ей название Test House Control и начнем с номера 1. Всего главных групп можно создать 32, начиная с нулевой и заканчивая 31. Затем добавим среднюю группу, которая будет соответствовать функциям управления светом. Также начнем с номера 1, назовем ее Light Control и наконец сами функции управления освещением. Пока будет одна функция, это переключение реле. Я начну с 10 адреса. Всегда лучше оставлять свободные адреса, чтобы потом в процессе работы с проектом можно было бы что-то добавить и легче ориентироваться в нумерации. Или один Switch Control ее назовем. И теперь точно также добавим групповые адреса для функции статуса. Средняя группа Light Status. И L1 Switch Status. В случае управления освещением, лучше чтобы номера адресов контроля и статуса совпадали, чтобы было удобнее осуществлять привязку к коммуникационным объектам, чем я сейчас и займусь. Чтобы сделать связь коммуникационного объекта устройства с групповым адресом, достаточно просто перетащить групповой адрес на коммуникационный объект и отпустить кнопку мыши. Такой принцип называется Drag and Drop. Также можно сделать и наоборот, то есть перетащить коммуникационный объект на групповой адрес. В программе ETS все очень гибко и просто. Теперь привяжем групповой адрес статуса к соответствующему коммуникационному объекту, но немного другим способом. Кликнем правой кнопкой на коммуникационном объекте и выберем опцию связать с. В появившемся поле пропишем нужный групповой адрес. Почему я изначально сказал, что лучше, чтобы групповый адрес статуса отличался от группового адреса управления только значением средней группы? Потому что, когда делается полноценный проект и переменных очень много, можно сразу быстро привязать статус, не задумываясь под каким номером он создавался и не искать его в списках групповых адресов. Теперь можно сказать, что мы выполнили настройку универсального актуатора на выполнение простейшей функции управления световой группой. Рекомендую проделать то же самое для канала B данного модуля самостоятельно. А если урок был вам полезен, то обязательно подпишитесь на канал и оставляйте комментарии о том, чего бы хотелось узнать в наших обучающих роликах. Также не забудьте лайкнуть это видео, если оно вам понравилось. А в следующем уроке мы рассмотрим настройку KNX выключателя на управление нашей релейной группой освещения. Оставайтесь с нами, пока!